Рады приветствовать вас, дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, на очередной встрече, посвященной изучению Библии Евангелия от Марка в рамках программы «Субботняя школа». Мы продолжаем изучать Евангелие, чтобы ближе узнать Иисуса Христа, Его планы, намерения в отношении каждого из нас, чтобы найти ответ на вопрос, в чем суть христианства, ученичества. И сегодня, изучая последнюю неделю жизни Иисуса Христа и Его предостережения ученикам в отношении конца мира, найдем ответ на вопрос, а готовы ли мы к этому концу. И не только мы, а наши друзья, а наши близкие. Поэтому не будем эгоистами, только слушателями христианских передач, но призываю вас активно делиться просмотрами со своими близкими. Помните, что когда мы нажимаем «Нравится» кнопочку «Поделиться», проявляем некую активность в интернет-пространстве, когда пишем комментарии, пишем «Откуда», то круг людей, которые привлекаются внимание христианским передачам, расширяется. Но не только этим вы можете послужить. Призываю вас копировать ссылку на христианские передачи и выставлять их в своих социальных сетях, аккаунтах, делиться со своими друзьями. Мы искренне молим и хотим, чтобы наши близкие уверовали в Господа, потому что только вера в Господа способна изменить жизнь человека. Сегодня в этой студии приглашены мои друзья, пастор церкви Александр Молдавану и студент математического факультета Ярского университета Роман Булгак. Добро пожаловать! Спасибо, что просили. Мы понимаем свою ограниченность и нужду в Божьей мудрости, в его руководстве, поэтому приглашаем в смирении обратиться к Господу в молитву, прося Его об этом. Поморимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты позволяешь нам изучать Слово Твое, за истины, которые сокрыты на страницах Твоей книги. Господи, Ты открой наши сердца, открой наши глаза, чтобы мы могли видеть то, что Ты делаешь, то, что Ты хочешь нам показать, Господи. Прибудь с нами, прибудь с Духом Своим Святым. Благослови нас. Иисус Христос просил. Аминь. Последняя неделя жизни Иисуса на земле. Эта неделя проходит в столице, Иерусалим, вокруг храма. Это центр религиозной жизни, общественной жизни. Начался отчет, приближающийся к концу. Но при этом мысли Иисуса не о нем, не о его будущем, но о будущем мира, о будущем его последователях. И прежде чем мы прочитаем особое воззвание Иисуса, пророчество Иисуса о конце и знамение этого конца. Небольшой отрывок, который показывает отношение Бога к мотивам и поступкам, связанным с религиозной жизнью. Ивангелие от Марка, 12 глава, 41 по 44 текст. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кондрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Удивительный парадокс. Иисус наблюдает, сколько ложат богатые, и написано, что много, и он смотрит, сколько стоит это бедное. Не знаю, сколько это в современных конвертируется деньгах, две лепты. Написано, что дневная зарплата. Да, дневная зарплата – это один динарий, а две лепты – это составляло 1,32 часть динария. То есть это, наверное, еще меньше. И если это пропитание, то, наверное, корочка хлеба. И вот в чем, к каким образом? 1,32 составляет дневной заработок. 1,32 – вот две лепты – это дневная заработная, как сказал молодой человек. То есть на пропитание… То есть она принесла то, что зарабатывал нормальный рабочий за один день. Почему? Почему вот эта сумма в глазах Иисуса оказалась большим, чем все собранные и пожертвованные богатыми людьми в сокровищу? Как это может быть? Вот хотел бы спросить студента математического факультета, Есть ли такое правило, теоремы, которые могли бы объяснить вот такие парадоксальные, несоизмеримые величины? Как две лепты может быть больше превысить тысячи динариев, пожертвованные другими? Это в процентном соотношении. То есть если бедная вдова принесла две лепты, это все, что у нее было. То есть полностью все пропитание, то есть она принесла абсолютно все, что у нее было. Последние деньги, что у нее оставались, она принесла, она принесла все. То есть все сто процентов, что у нее были. Но это же меньше, все равно это меньше, чем то, что пожертвовали другие. Да, но они приносили богатости свои. То есть у них было много денег, они приносили еще в огромных мешках, высыпали все эти в одну из 13 этих больших сокровищниц, на показ все это делали. То есть они делали не от того, что они хотели помочь, а от того, что они хотели просто показать, что у них много чего есть. они какие-нибудь щедрые, дают много. Я думаю, что другие люди, которые видели, как они вот это всё жертвуют, то это вызывало у других людей ободрение, похвалу. Какой жертвование, какой настоящий верующий человек. Я не знаю, сколько у них было, что они могут так деньги давать в храм. То есть здесь показывается процентное соотношение. То есть они давали, потому что у них было много, давали много, но при этом у них было ещё больше. А у вдовы больше не было. Вот были две несчастные лепты, которые, может быть, она последняя заработала, либо там ей просто кто-то дал на пропитание. Вот на эти две несчастные лепты, которые ей нужно было есть, наверное, неделю, она взяла, сложила маленькую сокровищницу, вот она дала всё, что у неё было. То есть показывается её намерение. То есть она от чистого сердца даёт. Не потому что она хочет показать, что она имеет много, в нём мало есть. А то, что мало она приносит, вот это мало, что у неё есть. Что ценно? Как эта история и реакция Иисуса говорит о том, что ценно в глазах Бога в нашей поседневной жизни, религиозной жизни? Что ценит Бог? На что Он смотрит? На что Он обращает внимание? Ценит скорее то, что мотивы, нежели само действие. Ценит твои побуждения, то, что движет тобой, что при совершении определённых поступков. То есть не так важно, сколько ты дал или что ты сделал, даже самое хорошее, а важно, почему, что движет. И, наверное, этот мотив, этот принцип, он справедлив во всех остальных наших действиях и по отношению к Богу, и в отношении других людей. И вот мы подходим к основной теме нашего исследования, 13 глава, с 1 по 13 тексты. Пророчество Иисуса о разрушении храма и о событиях будущего. И для нас очень важно, потому что здесь Он говорит о знамениях, которые очень важны не только для современников Иисуса, но и для нас, живущих в наше время. Итак, первый стих. «Когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников Его, «Учитель, посмотри, какие камни, какие здания!» А Иисус сказал ему в ответ, «Видишь все и великие здания? Все это будет разрушено. Так что не останется здесь камня на камне». И когда Он сидел на горе Леонской против храма, спрашивали Его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, «Скажи нам, а когда это будет? И какой признак, когда все сие совершится?» Отвечая им, Иисус начал говорить, «Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие придут под именем Моим, будут говорить, что это Я, многих прелестят. Когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, царство на царство, будут землетрясения по местам, будут глады и смятения. Это начало болезней, но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище, бить в синагогах, перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. «Придашь же брат брата на смерть, отец детей, восстанут дети на родителей и умертвят их, и будут те ненавидимы за имя Мое, претерпевшие до конца спасетцы». В этом отрывке Иисус предсказывает разрушение храма. Но почему, когда ученики задают вопрос о времени, вместо того, чтобы сказать время, день и час, Иисус в первую очередь обращает внимание на их внутреннее состояние. Почему Он не отвечает на их нужду, на их вопрос, а говорит больше о их состоянии и о знамениях? С чем это связано? Потому что именно Иисус отвечает на их нужду, не на их вопрос. По-человечески мы все, как и ученики, склонны обращать внимание на то, что у глаза бросается. И как Иосиф Флавий описывает, что царский портик на южной стороне имел 162 колонны, которых 3 человека могли охватить с протянутыми руками. И, конечно, это все не из дерева и не из глины. построено, да? И ученики, как каждый из иудеев, когда видели эту красоту, для них это была гордость. И для нас не секрет, что ученики хотели Иисуса делать царем, и вот это все классно. А Иисус хочет показать это все ничто. Это все разрушится, это все пройдет. Но что главное? Это внутреннее состояние человека. Это отношение с Богом. Когда мы нацеливаемся на то, что видно, и нам не хватает времени провести время с Богом, не хватает силы, если вернемся к бедной вдове, жертвовать для Господа, то, что иногда нужно, мы бедные люди, потому что мы теряем главное. А Иисус хочет, чтобы мы нацелились на главное, наше духовное состояние, наше отношение к Нему. И пусть этот Иерусалим вечно еще стоит, но Христос говорит, он разрушится. Но пусть он никогда не разрушится. Но мы должны быть готовы. И Христос говорит, вы будьте готовы, вы бодрствуйте, потому что вот придет день, и вы должны это узнать, и вы должны спасать свою жизнь. В ихнем случае шла речь конкретно о временной жизни и о духовной жизни. В нашем случае больше мы должны обращать внимание на спасение нашей для вечности. как запечатываем мы каждый день, который приближает нас к Иисусу. А как конкретно пророчества и предостережения Иисуса Христа помогли тем, кто получил информацию об этих пророчествах, об этих знаках, спасти свою жизнь? Да, конечно. История говорит явно, что те, которые приняли во внимание, которые обратили внимание на свое отношение к Христу, на признаки, которые были предсказаны, когда увидели, что разрушение Иерусалима наступило все-таки, когда они увидели, что армия отошла, которая окружила Иерусалим, отошла на некоторое время, они поняли, что сейчас момент, когда нужно воспользоваться словами Иисуса, выйти из Иерусалима, бежать в горы, бежать куда-нибудь. И ни один из тех, кто принял во внимание свет Христа, не потерял свою жизнь. Потому что руководствовался знамениями, которые Христос оставил. Как для нас сегодня, то есть мы сейчас сегодня не говорим о разрушении Иерусалима, а мы не говорим о разрушении каких-то городов, мы говорим о конце мира, потому что пророчество Иисуса Христа 13 главы Евангелия от Марка, оно касается, имеет двоякое значение, и пророчество для его современников связано с Иерусалимом, и для жителей планеты Земля связано концом мира. И вот эти пророчества о войнах, вот мы сегодня видим, когда народ на народу восстает, царство на царство, землетрясения, глады, начало болезней, смятения, военные слухи, как предостережения Иисуса Христа могут нам как правильно реагировать на то, что происходит вокруг нас, и мы об этом слышим, нас это ужасает, какое для нас может иметь практическое значение слова Иисуса, сказанные 2000 лет назад? Если сравнить с учениками, им было куда бежать, армия, истребители, разрушители, окружила только Иерусалим, они могли убежать в горы, в леса. В наше время, пожалуй, убежать неужто есть куда спрятаться, потому что везде под наблюдением, ты не спрячешься. Но если даже ты выезжаешь, страны тебе могут вернуть ее обратно. Могут вернуть, а куда ты уедешь? А если даже убежишь в лес, найдут тебя, не тот случай. Но сегодня многие попытки происходят, даже вот священное писание изменить, чтобы создать создать духовный вакуум, чтобы затуманить людей. Испорчен закон Божий о семье, о интимных отношениях, о верности, в том числе о поклонении Богу. Как поклоняться, где поклоняться. И вот когда мы встречаем это все, нам нужно бодрствовать, нам нужно бежать. Куда бежать? Бежать ко Христу, бежать к Слову Божьему и привести свое состояние в хороших отношениях, в том состоянии, которое Бог хочет видеть. И тогда мы будем в безопасности. И тогда и другие люди смогут последовать к примеру и быть в безопасности. То есть вот это есть совет смотрите за собою. Да. Мы можем смотреть за другими, мы можем следить за новостями. И теряться в толпе и пойти. Но видя все эти знаки, мы должны обратить внимание на свое сердце. Насколько мы свободны, в каком мы состоянии. А почему несмотря на грядущие бедствия, для верующих человека эти пророчества несут добрую весть? Потому что здесь говорится, что в народах прежде должно быть проповедано Евангелие. 13 стих. Будете ненавидимы, но претерпевшие до конца спасется. В чем добрая весть для верующих в этом пророчестве? В этом пророчестве? Потому что скоро конец, что скоро придет Иисус избавить всех от страданий. Вот в этом добрая весть. Несмотря на то, насколько все будет плохо, какие будут сильные гонения, насколько людей будут притеснять, насколько будут экономически сложные ситуации, все равно это означает, что скоро конец, и скоро все это закончится. Кто спасется? Кто может спастись перед лицом этих войн, и гладов, и смятений, и болезней, и родственники идут, и брат на брат, и отец? Как? И ненависть всеобщая. Кто в этих обстоятельствах спасется? Верующие. Потому что они смотрят все время по сторонам, наблюдают, смотрят на знаки, поэтому они все время внимательны, поэтому их Бог уберегает, дает знаки, поэтому они знают, когда нужно скрыться, когда нужно уйти, когда нужно прятаться, и когда нужно избежать каких-то последствий, каких-то бедствий, катаклизмов. Другими словами, претерпевшись до конца. Спасет, да. То есть человек остается и идет пути. Бывает, что человек проходит весь марафон и сдается за несколько метров до финиша, но уже сил нет. И человек может всю жизнь следовать за Иисусом, но в какой-то момент перед лицом трудностей, неприязни, испытаний он сдается. Как важно вот это слово до конца, до конца пути, а этот путь может быть прерваться и в твоей жизни, и с твоей, концом твоей жизни, может быть, прерваться при концом этого мира, но важно, чтобы до конца ты оставался верным. Четырнадцатый текст и последующий Иисус говорит о мерзости запустения. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом, не входи взять что-то из дома своего, а кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою, горе беременным и питающим сосами в те дни, молите, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Что это за мерзость запустения и как понимание вот этой мерзость запустения помогло находящимся в Иудее убежать и спастись от этого жесточайшего преследования и геноцида, который произошел в 70-м году, когда Иерусалим был разрушен и когда по свидетельству историков более миллиона человек были вырезаны, находящиеся там. Как ключ понимания его, потому что написано, что читающие да разумеют, что должны были они разумеют и понять из Даниила и слов Иисуса, чтобы убежать. Как мы уже говорили, раньше пророчества повторяются и имеют разные отчасти значения, но имеют ту же цель. Когда Христос говорил людей о мерзости запустения, конечно, он имел в виду разрушение Иерусалима, он имел в виду разрушение храма Иерусалимского, когда евреи, думая, что к храму никто не прикоснется, потому что здесь святыня Господня, здесь место обитания Господа, и собрались все в храме, когда уже второй раз войны окружили город. Но, к сожалению, вот как вы говорили, что многие не восприняли всерьез, и ничего не спасло их, потому что римляне сожгли храм, несмотря на приказ не трогать храм, сохранить храм, но ничего не помогло. И вот первое значение вот этой мерзости запустения вот этот случай, когда Иерусалим был окружен, и, как мы говорили, те, которые приняли во внимание вовремя, покинули город, покинули места, не сошли с крыши, не вошли в дома свои, буквально практически исполнили пророчество, воспользовались пророчеством и спаслись. Если говорим о нашем времени, то другое значение, второе значение мерзости запустения, это тогда, когда Рим, уже не языческий, а религиозный Рим, поставил вместо божественных законов человеческие законы. И люди, которые не изучают священное писание, руководствуются вот этими законами, которые являются законы человеческие. И Христос говорит ученикам Своим, почему вы вот так красиво Божьи заповеди оставили в сторону, а руководствуетесь человеческими традициями. Мерзость запустения может быть и в нашем уме, в нашем сердце, когда мы позволяем, чтобы римские штандарты, языческие обычаи, традиции были стали законом нашей жизни вместо того, чтобы руководствоваться законом Божьим принципами Священного Писания. Поэтому Христос предупреждает, в наше время мы должны быть очень внимательны, бодрствовать, чтобы человеческие учения не брали верх в нашей жизни, но чтобы мы руководствовали всегда божественными наставлениями. Спасибо. 19 стих Иисус предостерегает о том, что в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и до не будет. А какой скорбь говорится в этом стихе? В этом стихе говорится о преследованиях, которых еще народ не знал. Даже во время падения Иерусалима в 70-х годах люди не знали еще таких гонений, потому что потом придет папская власть, которая будет гнать христиан на протяжении 1260 лет. Римская инквизиция, испанская инквизиция, происходили ужасы, люди гнали за веру, за чтение Библии, за распространение Библии, за то, что они посмели что-то сказать против Папы Римского, либо там какие-то разные надуманные поводы и мотивы были. Про вот эти времена говорится о великой скорбе, которую еще не знало человечество. С 20-го текста и дальше говорится о надежде, которую Господь предлагает своему народу. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте, ибо восстанут лжехристы, лжепророки, дадут знамения, чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот Я наперед сказал вам все. Какая практическая польза была и надежда для людей, которые эти пророчества впоследствии читали, вспоминали, как оно помогло им, и как оно может помочь сегодня нам. Поскольку мы находимся в изучении последней недели Иисуса Христа, и остановлюсь первым долгом на какое значение это имело для учеников. Как мы уже говорили, те, которые послушались, они спаслись. А если смотрим вообще в истории, приходит на память Даниил, царский указ об уничтожении всех, кто будет поклоняться другому Богу, кроме царю. Даниил остается верным. Его бросают в львиный ров, но в самое подходящее время Господь спасает его. И в результате и царь, и все люди понимают, что Даниил служит не какому-то божеству, которого нет, но живому, всесильному Богу. Если мы вспоминаем историю Иосифа, Иосиф остается верным Господу дома у отца, будучи маленьким ребенком, допускает какие-то ошибки перед братьями своими, своими снами, которые их злят. В рабстве он остается верным, в тюрьме остается верным. евреем, но Бог его поднимает на пьедестал, Бог его спасает. Евреев Бог спасает. И когда мы имеем вот эти исторические факты, во всякий случай, когда мы проходим через страдания, через гонения, через ложные обвинения, да, мы можем иметь надежду. если бы то время не сократилось, говорит стих, да, во время реформации, во время темного средневековья, да, Господь никогда не допустит больше страданий, преследований, чем верующий человек может терпеть. У нас есть надежда, что бы то ни было, оставаться верным Господу. Это единственная надежда, которая спасает не для нескольких часов, для нескольких дней, да, а спасает для вечности. И завершается эта глава пророчеством о самом величайшем событии. Начинается разрушение Иерусалима, и для иудеев, для учеников это уже было, они думали, что вот это и есть конец, если нет храма, то нет смысла жить, тогда это конец планеты земли. Храм разрушился. Иисус говорит, это произойдет, но это еще не конец, а вот сейчас Он говорит уже о настоящем конце, о конце мира. 24 стих. Но в те дни после скорби той солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда увидят Сына человеческого, грядущего на облаках силою, многою и славою, и тогда Он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров от края земли и до края неба. А смоковнице возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие, пускают листья, то знайте, что близко лето, так и когда вы увидите то сбывавшимся, узнайте, что близко при дверях. «Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Одни же о том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». О каком событии говорит Иисус в этом пророчестве, в этом отрывке, и почему не говорит дня и часа этого события? Здесь говорится о, конечно же, во втором возвращении Иисуса Христа, во втором пришествии. Каким оно будет? Оно будет величественным, славным, здесь очень живописное описание этого всего, потому что если брать параллель с храмом, когда ученики обращают внимание на эти огромные кирпичи, огромные колонны, которые держат все это, и кажется, что этому храму никогда не придет конец, что он никогда не будет разрушен, настолько величественный, монументальный, что он будет стоять вечно до конца времен. То же самое говорится о силах небесных, которых кажется, что законы физики, о каких-то фундаментальных, мусульментального строения вселенной. Многие думают, что это какое-то нерушимое, что-то настолько величественное, настолько, что он никогда не будет разрушен, но Бог говорит, что и этому придет конец, небо и земля пошатнутся, настолько будет величественное возвращение. То есть это будет видимо, слышимо, ощутимо, и это будет сопровождаться не только природными явлениями, катаклизмами и славою, но и тем, что он собирает своих избранных. А если они мертвы, как он их собирает? Воскресит. То есть это чудо воскрешения преобразования, слава. Иисус говорит о восстановлении царства славы. Христос пришел, чтобы восстановить свое царство, чтобы люди вернулись к этому царству. И вот здесь он открыто говорит о том, что наступит день, когда не будет уже горя, не будет слез, смерти, когда он воцаряется и люди живут по законам царства, царства славы. Ну, наверное, такой же вопрос, как был у учеников, когда? Этот же вопрос возникает и услышите у людей, когда будет пришествие Христа? Адвентисты седьмого дня это христианская церковь, которая проповедует о втором пришествии. И наверняка люди, которые слышат эту проповедь о втором пришествии, о том, каким оно будет, задают вопрос, когда это будет, потому что, чтобы знать, когда, чтобы приготовиться к этому, чтобы радоваться и знать, сколько осталось ждать, чтобы увидеть воскресших своих родных и близких. Что Иисус говорит на этот вопрос, отвечает на этот вопрос, и что отвечают адвентисты? Отвечают одни же, то мы часть никто не знает, ни агелы небесные, ни сын, только отец. Почему Господь скрыл день и час пришествия своего? В этом нет смысла для людей, ни для кого. Смотрите, если бы вам сказали о том, что приезжают ваши родственники или близкие, какой-то бабушка приезжает, которую вы долго не видели, разве вы не хотели бы знать день и час, приготовиться к ее встрече, есть у вас экзамен, и говорят о том, когда это, разве вам это не помогло бы приготовиться к этому дню и часу? Помогло бы, но мы бы приготовились за день, максимум за день. Кстати, нам неделю на выполнение проекта мы сделаем все за последний день. То же самое будет, мы быстренько все сделаем за последний день, скажут, в этом году придет Иисус, мы быстренько подсуетимся, пойдем в церковь, скажем, мы покаялись, но в душе мы не покаемся, потому что тут опять же все внешнее, мы будем закликны на внешнем проявлении, мы не будем искренне все это делать, мы будем делать ради чего-то, ради пришествия Иисуса, ради суда, ради чего-то, мы не будем делать все это искренне, потому что мы верим в Бога, мы верим в Иисуса, мы любим сочетать слово Божье. Просто мы будем бояться этого великого дня. Мы будем готовиться ради чего-то. Либо из-за боязни ада, либо из-за того, что мы хотим в рай. Это все корыстные цели. Это все неискренно. Поэтому Бог говорит, что одни же том никто не знает, потому что нет смысла нам знать этого. Нужно быть нам всегда готовым. То есть ученичество — это жизнь не одного дня или ситуации какой-то. В этой ситуации ученики Иисуса Христа. Это постоянный образ жизни. И поэтому Господь не желает, чтобы наша религиозность или посвящение, или духовность была связана только с каким-то событием или с периодом жизни, но чтобы это было постоянным образом нашей жизни. И, призывая своих учеников и сегодня и наших слушателей, Иисус повторяет одно и то же слово. В последних словах этой главы несколько раз упоминаются. 33 стих — смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. 35 стих — итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру. 37 стих — а что вам говорю, говорю всем бодрствуйте. Что в практической жизни значит вот это слово бодрствовать? Как сегодня верующие христиане могут исполнить, ответить на этот призыв и бодрствовать? Что это значит? Как вы говорили раньше, если бабушка придет, нехорошо ли знать точный день? Если мы не знаем, когда придет гость к нам, то ли бабушка, то ли родители, если у нас уже своя семья, но мы знаем, что они придут. Мы всегда стараемся, утром уходим на работу или на учебу, чтобы все было прибрано, чтобы все готово, вот вечером пришли, а вдруг придут. И у нас всегда все в порядке. А когда мы знаем конкретно, как Рома сказал уже, мы оставляем, вот когда придут. И когда придут, то не успел, все не успел, то под кроватью, то под столом. И видимая готовность, но ни о какой готовности не идет речь. В нашей духовной жизни то же самое происходит. Все, что мы делаем, оно нас формирует. Формирует привычки, формирует характер. Но мы прекрасно знаем, что ничего нечистое в Царство Божие не войдет. Если гром грянул, и мы сразу стали верующими, но мы не стали верующими. Это явная, просто видимая часть монеты. Враг не спит. Кто-то говорил, дьявол ни в отпуск не уходит, ни каникулы не берет, ни выходные. Он работает круглосуточно. Почему? Он знает, что ему осталось мало времени. Мы знаем, что нам осталось мало времени. Почему? Нам нужно бодрствовать. Студенты перед экзаменом, ноги в холодную воду. Но за ночь ничего не произойдет. Мы должны бодрствовать, потому что нам неизвестно время пришествия Христа. Нам неизвестно время нашего отшествия от этого мира. Мы не знаем, когда прервется. И зная, что нас все формирует, зная, что в последний момент мы не приготовимся, Господь призывает нас. Будьте внимательны. Бодрствуйте, будьте трезвы. Ученики Иисуса Христа, три ученика, Петр, Яков, Иоанн, которые взяли Иисус на гору, они уснули. И когда пришли Моисей и Илья, Иисус пообщался с ними. Богословы, исследователи Библии, говорят, что ученики, когда проснулись и увидели, и сказали, давай сделаем трекущий. Но главное, они потеряли. Они много кое-чего не увидели, не услышали. Иисус говорит, ну не могли бы час бодрствовать со мной. Поэтому мой призыв для себя и для всех нас будем слушаться совета Иисуса. Давайте будем бодрствовать, будем всегда на чеку. Будем всегда делать то, что формирует нас правильно. И когда Христос придет или мы отойдем, это не важно. Иисус придет, мертвые воскреснут, живые изменятся, и мы будем восславить Иисусу. Спасибо. Дорогие друзья, история подтвердила исполнение пророщи Иисуса Христа. Люди, которые были внимательны к Его предостережениям и тем знамениям, о которых Он говорил, они спаслись. В определенное время они вышли из Иерусалима и никто из них не погиб. Но те, которые слышали, но пренебрегли или не верили, к сожалению, они стали жертвами той трагедии, о которой говорит история. Иисус предостерегает о том, что будут войны, будут болезни, будут катаклизмы. И те пророчества, о которых Он предостерегает, они также исполняются. И внимательный человек, он должен увидеть в этих событиях настоящего тот знак, который заставил бы каждого задуматься о своем спасении, о своих отношениях с Богом. Пришел ли Иисус в мою жизнь? Освободил ли, спас ли Он меня от зла и греха? Насколько искренне я в своей вере? Насколько я постоянный в том, чтобы идти и следовать по примеру Иисуса Христа? Оставайтесь верными Господу до конца во всех обстоятельствах в вашей жизни. Об этом приглашаю, чтобы мы молились. Любящий Господь, благодарим Тебя, что Ты через прошлые истории помогаешь нам осознать настоящее и воспользоваться будущим. Помоги нам всегда быть наготове. Помоги нам следить за пророчествами, которые исполняются, принимать верные решения и бодрствовать и иметь тесные отношения с Тобой, чтобы день тот не застал нас неподготовленными, но чтобы мы с радостью могли встретить Тебя и получить обещанные от Иисуса. Во имя Спасителя мы молим Тебя. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, благодарны за Ваше участие, внимание, искренне желаем особого благословения для вас, для ваших семей, родных и близких все доброго. Господь да благословит и сохранит вас. До встречи. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok